Четыре экскаватора и 20 автомобилей работают дружно. Они вывозят по 4000 кубов грунта в день. Копают котлован под здание будущего ледового дворца. Через неделю начнут завозить песок под фундамент, через месяц возводить стены. Масштабное сооружение по площади ледовой арены превосит тропик в полтора раза. По вместимости зрителей – в 10 раз. Его построят здесь, на Восточном обводе. Здание – это овал с большим куполом, пролетом до 60 метров. Это единственный в своем роде проект. Подсветка будет, и здание будет легким, стремится вверх. То есть всегда приятно будет смотреть и в ночное время на него. Строит ледовый дворец в Туле по программе «Газпром детям». Решение о том, что объекту быть, приняли еще год назад. Тогда посмотреть будущую площадку приехали глава региона Алексей Дюмин и председатель правления газовой компании Алексей Миллер. Сейчас в регионе работают четыре ледовые арены. Только в Туле в детских хоккейных группах, которые созданы при областной школе Олимпийского резерва, занимаются почти полтысячи ребят. В Тульской области льда не хватает, хотя сейчас довольно-таки большое количество. У нас поступает очень много просьб увеличить и тренировочного процесса, увеличить и набрать побольше групп. Та арена тренировочная, которая у нас существует, она вот здесь буквально недалеко, она будет обязательно тоже задействована в параллели с этой ареной. Но пока у нас нет такой возможности, и поэтому будет такой, знаете, большой-большой глоток воздуха в развитии, ну, именно зимних видов спорта. В новом дворце можно будет проводить соревнования международного уровня. Откроют школы по фигурному катанию и хоккею. Ледовая арена сможет легко трансформироваться в концертный зал. Помимо нее здесь расположатся спортивные залы для единоборств, танцев, аэробики. Организуют парковки на 170 мест. Ледовый дворец обещают сдать в конце 2018 года. Ольга Гаврилова, Владимир Ребриков, Первый Тульский.